всем привет с вами сергей проект по и сегодня листал к журналом мир фантастики это седьмой номер за июль 2020 года но интересен тем что это 200 юбилейный номер этого журнала итак давайте посмотрим здесь как мы видим заглавная тема 200 фактов о журнале думаю тут довольно много будет посвящаться именно этому событию поехали давайте разбираться что же здесь внутри естественно вступительное слово от главного редактора сергея серебрянского здесь поздравление друзей с двухсотым номером и здесь разные и колумнисты и постоянные авторы писатели и читатели и писатели фантасты и прочие прочие люди поздравляют далее спецматериал 200 фактов о журнале мир фантастики это будет интересно как начиналось про обложку про рубрики вложения про людей главных редакторов про настолки внутренней кухню и о сайте немного я кстати там периодически бывает там хорошие действительно статьи выкладываются всякие курьезы и новый мир далее все еще спецматериал 20 субъективно лучших номеров мира фантастики посмотрим здесь разбираются разные выпуски тут можно вот обложки заценить и догадаться про какие номера говорится далее врата миров история легенды и девушка с мечом мулан как национальная героиня китая большая довольно статья доска почета полцарства за топ 10 фантастических маг гаффинов даже не знаю что это такое 10 место королевство сердец 9 сильма рилы восьмое приз из горца седьмой план и звезды смерти 6 миллиофон из гости из будущее 5 ответа из остаться в живых 4 темная башня из цикла темная башня стивена кинга 3 крест стражи из гарри поттера 2 камни бесконечности в киноселенной марвел и 1 святой грааль например сверх артура или индиана джонс и последний крестовый поход код да винчи и прочее моя любимая рубрика например это книги месяца далее турискиновская наследница тамплиеров аж на 7 баллов оценено помните у меня был обзор я не сильно впечатлился дебютом здесь же сибасян де костелло клинок предатель оценили аж на 8 баллов высоко автор алексей ионов уильям гибсон агент влиянием недавно вышла на в серии у азбуке в звездах мировой фантастики и насколько аж на 9 баллов поставили так что у меня искуплено это еще и статьи выбор редакции здесь же адам невил никто не идет живым помните мастера ужасов потихонечку я все это прочитываю вот и написано почитать им качество хоррора до аж на 8 баллов далее то что я считаю данный момент читаю это мартин гузык застава на окраине империи командоры 54 на 8 баллов ее ценили это хорошо здесь хана джеймисон выжившие я честно говоря протокол даже не слышал ну тут на 6 баллов ее оценили эту рекламу этой книги я видел склад от роба харта но пока на 7 баллов оценили эту книгу здесь же юхан теорин битва за салояк вообще не слышал но тут написано что для любителей скандинавской мифологии исторического фэнтези очень вполне даже на 7 баллов рэбека ранхор след молнии у меня это зло обзор был здесь же на 7 баллов данила роллинс украденное время на семерочку для тех кто увлекается темы путешествия во времени не слишком требовательных научной достоверности ну я не знаю насколько я требовательный главное чтобы хорошо было написано сюжет был интересный мишель харрисон щепотка магии на 8 баллов это что тут интересно это ближе к чему поклонник качества подростков фэнтези обязательно ну я не являюсь поклонником но почитать такое тоже могу естественно виварс хроники вампирских войн на 7 баллов цените вампирской тематики вполне можно обратить внимание любите пост апокалипсиса я люблю пост апокалипсис а вот это интересная статья себастьяна де кастеллом обязательно я это прочитаю вот гляньте как выглядит автор вот этот цикл мне очень нравится я жду его уже завершение финального тома ну а про тот дебют я вам уже рассказывал теперь тут что у нас книжный ряд возвращение древних мифологическое фэнтези я слабо в мифологической ориентируйся он как раз разве что отсюда я он не умершего читал брома читал всех остальных авторов кто-то даже закуплен у железного читал кто-то закуплен кто-то и даже и не прочитывал не планировал читать здесь фэнтези с образами мотивами североевропейских мифологии он мы видим гарри гарриса молотый крест и пол андерсон я вижу три сердце 3 льва ну тут еще списочек такой ну довольно интересно где будут посмотреть тут собрана так специальные подборки здесь например фэнтези с образами мотивами славянской мифологии в чем я довольно слабоват он я вижу бессмертный валенте который у меня куплен остальных остальные книги по крайней мере у меня точно нет но еще тут например фэнтези с образами мотивы античной мифологии что вот мне хуже всего удается получить удовольствие от такого чтения как то вот именно к античной мифологии редкое что-то интересное для себя встречал мы пойдем за иерусалимом трансметрополитен большая статья по комиксу о том как вы помните большая шумиха так его ждали вот наконец дождались естественно я себе уже прикупил начал читать пока читается бойко интересно что так много матов пропустила цензура но посмотрим насколько там по содержанию будет шокирующей и интересно ну тут явно пишут люди которые в этом разбираются большая такая статья вот как выглядит он в продаже даже тут написать бросай все и беги в магазин только не забудь напялить маску и держите станцию вот обязательно надо брать может трансметрополитен или карикатурный жестокое безумное пророчество мире который мы с вами дружно катимся это в любом случае надо будет прочитать но я конечно раскупил прочитал конечно не буду ждать в следующий том робот который смог история фильма двухсотлетний человек я этот фильм не смотрел поэтому не могу даже сказать насколько это будет статья интересная обыкновенное чудо магический неореализм охоте термины мне всегда в ступор гоняет что означает магический реализму тут уже неореализм и прочее прочее терминология всегда слабовато в жанрах ориентировался в этих направлениях и прочим прочим тут большая довольно статья получилась здесь же 100 фактов об играх серии фоллаут это будет точно интересно почитать и космос права на космос кому будут принадлежать иные планеты ведь начале апреля 2020 года президент сша дональд трамп подписал указ с нейтральным названием о поощрении международной поддержки в области добычи использования космических ресурсов и там сейчас большая шумиха была кому там будут принадлежать луна и прочие прочие нюансы рубрика машина времени выжившие катастрофа дирижабли италия в арктике я даже не слышал ни про какую катастрофу ну понять понимаю что такое это важное событие было раньше но я про нее даже не читал ничего теперь здесь художник еспер эйсинг полюбуемся его произведениями игры всегда поражает фантазия вот как писатели как создают мир ну и вот еще и художники как как они это все изображают то что он блин ну нереально рисовать которого не существует ну вот он так классно это все у них получается это круто конечно ох теперь рассказы например ибо он умеет ползать довольно большой кстати рассказ и походу единственный здесь комикс и реклама спецвыпуска мира фантастики 100 лучших фантастических комиксов скоро в продаже ну как скоро на самом деле вот он уже появился продажи естественно появился у меня я для вас его по листа это спецвыпуск номер четыре читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока а а а